Есть еще и некоторое количество задач, которые устроены иначе. Они совершенно естественны по своей структуре и по вопросу, который задается, но почему-то они не возникли 2000 лет назад. Ну, древняя математика их пропустила. Она могла задать этот вопрос, но не задала. А может быть, она, например, задала этот вопрос. Но канул он вместе с семью Тамами, например, диафанта Александрийского, которые сгорели при пожаре в Александрийской библиотеке. Все может быть. Может быть, там эти задачи были сформулированы, но мы уже никогда это, по крайней мере, в этой жизни не узнаем. Ну и вот некоторые из этих задач были сформулированы четко в качестве открытых проблем. И сегодня я познакомлю вас с одной из них, которая называется… Это самая любимая задача Пола Эрдыша из его наследия. Такая задача Эрдыша о равных расстояниях. И ее, так сказать, ее магия в том, что она формулируется вообще детсадовским языком. Вот прямо совсем детсадовским. Давайте, заходите. И я приступаю к формулировке. Значит, формулировка такая. На магнитной доске нанесено некоторое количество таких материальных точек. Вы знаете, да, что такое материальная точка? Ну, точка, просто точка. Физики любят называть точку обычную точку. Зачем это материальные? Почему-то физики думают, что точка обязательно должна быть жирной в жизни, да? Но нам-то математикам понятно, что точка, она и есть точка. Она и бесконечный фломастер. Вот, имеет нулевую разность. Просто даны такие магнитики… А, это лучше этим, да, фломастерам? Вот. Так вот, у вас есть некоторое количество точечек на магните, они прилипли к доске. Их… Ну, n. n, соответственно, ну, начиная от 3-4 и так далее, можно и 2 написать. Ну, как бы 2-3 будет очевидно. А вот дальше будут каждый раз, соответственно, вопросы все более сложные. Так вот, в чем вопрос? Их нужно расставить на плоскости, эти магнитики. То есть, нужно взять их и составить из них некоторую конфигурацию. Значит, что требуется? Требуется, чтобы как можно больше отрезков, которые их соединяют, имели одинаковую длину. Вот такая задача. Вполне могла возникнуть у Ифтлида или Пифагора. Но почему-то не возникла. Возникла у Пола Эрдыша в каких-то 1960-х годах. Лет 60 назад. Значит, я сегодня буду рассказывать про тот прогресс, который в ней достигнут при растущем n, то есть при большом, при больших n. Во-первых, кое-что известно еще было Эрдышу. Со времен Эрдыша прогресса нет. И вот эта вот, так сказать, вопиющая совершенно ситуация, что в такой элементарно формулируемой задаче все, что было более-менее ясно с самого начала, после небольшой обработки, до сих пор известно только это. Но давайте в нее поиграем. Давайте, во-первых, зададимся вопросом, сколько этих отрезков, если количество точек равно n. Поднимите руку, кто может дать ответ на этот вопрос. Ну, сколько, да, таких идеальных отрезков, да, если ничего не совпадает ни с чем. Нет. Так, да. Н на n-1 пополам. n квадрат минус n пополам. Почему? Потому что полный граф, да. Или, если говорить простым языком, из каждой точечки сколько выходит отрезочков? n-1, да. А точечек n. А почему я надо тогда делю? Потому что я каждый отрезок ровно два раза посчитал. Когда считал его отсюда, и когда отсюда. То есть, когда я перечислял ростки отрезков, их было действительно n, но множить на n-1. Но каждый отрезок порожден двумя ростками, поэтому надо делить на два. Когда я был маленький и учился на мехмате МГУ, в один из дней я обнаружил, что все стены изрисованы треугольниками разных форм. Что происходит? Я иду по мехмату, а везде на стенах мелом нарисованы разные треугольники. Много, сотни треугольников. И вдруг я вижу какую-то странную толпу. Эта толпа то ли смеется, то ли плачет и идет за человеком, который рисует на стенах треугольники. Идет и рисует, и что-то себе бормочет под нос. Я подошел к нему и спрашиваю его. Подошел, миновал всю толпу, которая за ним шла. И говорю, слушай, дорогой, а что ты делаешь? А он поднял на меня глаза и говорит, я не понимаю, как это может быть. В треугольнике три вершины, и из каждой из них выходит два отрезка, две стороны. Я говорю, ну и что? Так почему тогда в треугольнике не шесть, а три стороны? Я говорю, ну потому что ты же каждую посчитал два раза. Отстань ты, не то говоришь! И, ну, понятно, человек сошел с ума. Карета приехала через час и его забрала. Но это не к тому, что надо бояться этого сценария, да, занимаясь математикой. Вот. А к тому, что пополам все-таки надо не забыть поделить. Вот. Так вот, нужно, чтобы из них как можно больше отрезков оказались равными друг другу. Так, наверное, доски надо отодвинуть, чтобы всем было видно, да? Максим, что думаешь по этому поводу? Вот так, да? Так будет лучше. Ну что? На 10 минут сейчас будет некий конкурс. Конкурс. Правда, у меня подарков нет. Есть, да? Значит так. Ну, если вершин 2, то отрезок 1, и тут не о чем говорить, да? Если вершин 3, то это уже вопрос, как их правильно расставить. В вершинах равностороннего треугольника, и дискуссия на этом завершается. 3 отрезка, все 3 одинаковые. А если 4? В квадрате 4 таких и 2 таких. Можно лучше? Ромб! В ромбе 5 таких и 1 такая. Она мы считаем-то одинаковые, поэтому мы посчитаем в ромбе 5. То есть нужно расставить их в ромб, а не в квадрат. Тогда будет 5 отрезков одинаковых, но уже 6 не может быть. Потому что 6 это титраэдер, да? Он будет, ну, одна точка выйдет за предел плоскости. Ну, очевидно, что 6 здесь не сделаешь. А если 5, точка? А если 6? Давайте 5, 6, 7 и 8 мы пропустим. Конкурс. Конкурс. Вам дано 9 точек. Дано 9 точек. Нарисуйте наиболее крутую конструкцию, где больше всего отрезков совпадает. Самую лучшую конструкцию. То есть попробуйте уравнять как можно больше отрезков из этих 9 точек. Сколько отрезков будет всего? 36. Совершенно верно. Будет 36 отрезков из них, сколько у вас получится уравнять? Давайте 10 минут. Ну, я не знаю, 10, 5. 5. Давайте 5 минут, да. 5 минут. Я сзади пишу ответ. И все, кто смогут получить этот ответ, получат призы. Максим, не бойся, я тебя не разорю. Посмотри на этот ответ. Нет, никто из детей не может смотреть на ответ. Почти. Ну, я заберу. Очень-то. Нет, никто из детей не может посмотреть на ответ. Это так, кто-то. И все. Это так, кто-то. Все поняли, да, задачу? На 9 точках пытаемся построить равных отрезков между ними. Равных одинаково. 9 точек расставить на плоскости так, чтобы максимальное количество из этих 36 отрезков оказались равны друг другу. Совпадать точки не имеют права. Забыл сказать. Совпадать точки, естественно, не имеют права. Иначе вы сунете все точки в одну и скажете, что у вас 36 равных отрезков нулевой длины. Или сунете 3 в одну, 3 в другую, 3 в третью. У вас будет дофигища равных отрезков, но у вас будет совпадение точек. Это тоже не все. То есть все точки должны быть различны. Все. Все 9 точек. Ладно, теперь смотри. Вот это синий точек. Так? Для синий. Для синий. Я понял, что что будет. Точки. Это сюда. Да. Это туда. Это сюда. Это сюда. Это сюда. И наоборот. А, нет. Наоборот. Это сюда, конечно. А это туда. Через один. Я понял. Я понял. А теперь смотри. Да. Да. и потому, что 봐. это преподаватель Сумца вот такую конструкцию можно сразу не меньше можно даже 20 тысяч переводит ну подсказка-то такая вот эти не равны этим это хорошо но не максимум это хорошее я только единственное сейчас еще раз все-таки где там где там нет а вот эти вот эти нет вот эти нет так вот вот здесь здесь вот это количество расставлено правильно но это не максимум да это отличная конструкция но не максимум вот да это очень хорошая конструкция но не максимум так там уже несколько 16 белый личный ромб ну вот эта конструкция да она дает 16 некоторое количество ромб не догадалось может сколько это 20 тысяч даешь может по 100 рублей можно пройти по рядам на самом деле мы завершим можно пройти по рядам и все у кого будет да 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 либо ну да там не правильно acompanh бул ну что подводим итог пила на 2 минуты а Да, через час. Как раз час будет нормально содержать на работе. Детей можно будет отпустить, когда будет начнется металл. Ну, просто пигмент дозелай, Павел. Дальше начнется жесть. Сейчас, я не очень понял, что где равные отрезки-то. А, там равные? Да, нужны одинаковые. А, не-не-не-не. А, расстояние? Ну, короче, будет 16 тоже. Да, тоже будет 16. Нет, 36 это всего отрезков. Понятно, что все их уравнения не получится. Нужно уравнять как можно больше. Я пока не вскрываю ответ. Вот. Так, значит, здесь у нас их 8, поэтому вот этот отрезок отличается от вот этого. Поэтому всего лишь 8 равны. Вот если бы они через 6, их уже было бы 12. То есть вот эти вот не равны вот этому радиусу. Радиус будет совпадать со стороной только в одном случае. Если будет правильно шутилы. В правильном шетоугольнике будет вот эти все будут одинаковые. Но от идеальной конструкции это все же. А где здесь равные? Они же не могут быть равны. Это отрезка. Это сторона квадратная, диагональ. Который, да. Ну да, но их не очень много. Получается 12. Ну все равно мало себя. Ну, наверное, если Максим скажет. Деткам, наверное, можно и за 12, да, чуть-чуть? Да. Здесь, вот здесь как бы они разные. То есть это не одинаковые отрезки. Так, ну все, значит, сейчас ассистенты пройдут. И все у кого, поднимите руку, у кого получилось 16 отрезков. Вот, вот сейчас все пройдут. Так, все, да? Значит, 16 это вот такой ромб. Ну, в частности, такой ромб. Есть разные способы реализации. Но самый типичный это вот такой вот большой ромб. У него 16. Кто считает, что у него больше 16? Так, ну вот я, собственно, я догадывался. Обычно не придумывает никто. 18 правильный ответ. И вот конструкция. Но это не такая. Это не такая. Это не 18. Но близко, уже близко, да. Значит, конструкция такая. Берется шестиугольник правильный, да? Ну вот как идейно. Шестиугольники их 12, а вершин 7. А потом центральная вершина превращается в маленький треугольник. И эти стороны не считаются. Но если сделать, аккуратно подобрать размер треугольника, то получается фигура, который, да, все вот эти 12 одинаковые и все вот эти тоже совпадают. Вот. Но это да, это, так сказать, это нужно очень серьезно быть погруженным в тему, чтобы такое сочинить. Я несколько раз с этой лекцией, с похожей задачей выступал. Ну раз 10 точно. И ровно один раз за все время в онлайн-режиме один человек нарисовал эту конструкцию. Его зовут... Нет, он не гуглил. Я честно могу сказать точно, что он не гуглил. Это преподаватель Солнца Юрий Егоров. Так. Ну что, давайте... Теперь я вам скажу, что, в принципе, с помощью некоторого компьютерного моделирования можно задачу точно решить до 30 или там до 50 точек примерно. Но, скажем, уже на 100 точках сколько будет реально равных отрезков, не знает никто. Ну это, в принципе, неудивительно, да? Перебор 100 точек на плоскости. Тут вообще непонятно, что вы же не можете перебирать все точки на плоскости, да? То есть, чтобы запрогать это, нужно придумать, как вообще это прогать, да? То есть, какие дискретные структуры подвести, чтобы перебор устроить. Но даже все, что на сегодня известно, уже больше 50 точек не обрабатывает. То есть, эта задача, она на самом деле правильно должна быть поставлена немножко иначе. Правильный вопрос такой. Сколько при растущем N, вот N растет, оно стало там 100, 1000, 10 тысяч, 100 тысяч, миллион, миллиард. Вот какая формула? То есть, если я построю оптимальную конструкцию, у меня будет некоторое количество отрезков, равных друг другу, которые зависят от этого N, правильно? То есть, получается, функция. Берем число N, скажем, миллиард. Рассматриваем самую оптимальную конструкцию и считаем, сколько в ней отрезков. Ясно, что эта функция не убывает. Ну, очевидно, да? Если у меня больше точек, то уж явно я могу более ранее расставить так, как надо. Да еще и последнюю где-нибудь к отрезку вот так прикрепить. То есть, даже можно сказать, что F от N плюс 1 на самом деле больше или равно F от N плюс 2. Вот так. Но это нам дает довольно мало. Если воспользоваться такой оценкой, то лучшее, что мы придумаем, это что при росте N получается примерно 2 умножить на N равных отрезков. И это нетрудно получить. Ну, возьмите обычную прямоугольную сетку. Возьмите очень большой кусок такой прямоугольной сетки. И посчитайте все равные отрезки. Ну, просто вот самое тупое, что только можно придумать. Расставить их вот в такую сетку. У вас уже было умнее. Вы расставляли треугольную сетку, а не прямоугольную, да? У вас получалось уже больше. Но уже в прямоугольной сетке из каждой выходит 4 равных отрезка. Ну, на границе, вот там если у вас есть, например, миллион точек, то кусок сетки примерно 1000 на 1000. У всех внутри по 4 соседа через вот эти равные отрезки. У граничных меньше, но граничных мало. Их всего 4000, по сравнению с миллионом это ничто. Поэтому, как говорят в асимптотике, асимптотически, ну, там приблизительно, если у меня миллион точек будет, то у меня будет из каждой точки выходить 4 равных отрезка. Ну, опять же, идея деления на 2, поэтому не 4n, а 2 умножить на n. 2n мы умеем делать. Примерно 2n мы умеем делать. Но конструкцию, которую каждый из вас построил, ну, или многие из вас построили, связана с другой упаковкой на плоскости, да? А именно с вот таким треугольным разбиением плоскости, да, разбиение на треугольнике. Вот этот ромб и все конструкции, которые тоже дают 16, похожие на ромб, они возникали из такого треугольного разбиения. Если я возьму кусок этого треугольного разбиения, большой очень кусок такого треугольного разбиения, то сколько из каждой точки выходит отрезков внутри? Ну, на границе опять будет там какое-то расхождение. Сколько из каждой точки выходит отрезков? 6. Помня, что каждый отрезок мы таким образом посчитаем дважды, мы получим асимптосику 3 умножить на n. И это, на первый взгляд, кажется оптимальной картинкой. Но только на первый взгляд. Сейчас я предъявлю вам конструкцию, которая дает 12n делить на 6. Ой, на 2. 6n, короче, я вам сейчас предъявлю. То есть я вам сейчас покажу, как миллион, миллиард точек разместить на плоскости таким способом, чтобы равных друг другу отрезков было приблизительно 6 умножить на n. Граничные эффекты мы опять игнорируем. Граница идет, там будет меньше, а все внутри, из каждой будет исходить 12 равных отрезков. Итак, зачем-то я снова рисую квадратную сетку. Скоро выяснится, что вообще это задача по алгебре, а не по геометрии. Но пока у нас геометрия, и пока у нас геометрия, школьники младших классов вполне могут участвовать вместе с школьниками старших. Потом начнется алгебра, и школьникам младших станет немножко больно. Ну, может быть, 9-й это нормально, 9-й не будет больно. Сильно больно не будет. 11-й вообще. Вот. Так. А, Максим, а где ты говорил, поди чекать пивнуть. Сейчас пивнем, но пока я вам покажу. Значит, и так. Как ни странно, точки я располагаю ровно так же, как раньше. Но отрезки я считаю другие. Я считаю не те отрезки, которые вот сюда идут. А вот, например, смотрите, как я сейчас буду считать отрезки. Один пойдет в точку, которая на 5 выше, чем он. Это первый отрезок, я посчитаю. О, крутяк. Второй отрезок пойдет вот в эту точку. И я утверждаю, что он равен первому. Почему? Египетский треугольник, который так нравится изготовителям задач ЕГЭ. Хорошо, ЕГЭ сдаст тот, кто выучит наизусть египетский треугольник. Куча задач связаны с ним. 4, 3, 5. 5 квадратов, но 4 квадрат плюс 3 квадрат. Далее теремия Пифагора, которая младших классов еще вам неизвестна, но скоро пройдет. Короче, вот эти два отрезка, они равны друг другу, что следует из теоремы Пифагора. 5 равно корень квадратный из 4 квадрат плюс 3 квадрата. Ну и, соответственно, сюда тоже. Правильно? Сюда тоже. Дальше сюда. Сюда, 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 сюда и сюда. И вот вам 12. А? На кого? Тригонометр? А что за зверь такой? Тригонометр это кто? Я даже не слышал под такой... О, похоже. Ну, хорошо. Вот вам, из каждой точки 12 отрезков. Одинаково. Что же из этого следует? Вот какая идея из этого следует? Смотрите, все эти точки лежат на одной и той же окружности, правда? Все. Все 12. Все 12. Ну, в смысле, кроме центра, конечно, да. То есть, мы из каждой точки проводим окружность радиуса 5. И на каждой такой окружности радиуса 5 12 целых точек появляется. Из-за этого египетского треугольника, повернутого так, и эдак, и сюда приставлено, и туда приставлено. Вот. Значит, соответственно, появляется идея, что, может быть, мы еще лучше можем сделать ровно ту же самую конструкцию, если найдем какую-нибудь окружность, пусть даже очень большого радиуса, на которой еще больше целых точек с центром в 0.0. Итак, так рассуждал Пол Эрдош, когда он решал эту задачу. Он говорит, что самая лучшая конструкция, которую мы научились решать, он и его соавтор, связанная с поиском окружностей как можно большего радиуса, на которых как можно... В смысле, не как можно большего радиуса, какого-то радиуса фиксированного, да, на которых как можно больше находится точек с целыми координатами. Смотрите, я нарисовал 16, да. Я сейчас предъявлю некоторое конкретное число. При котором будет 16 целых точек. И мы это проверим. Значит, если из каждой будет 16, то тогда берем теперь огромный кусок плоскости. Огромный, безумного размера. По сравнению с которым вот этот радиус уже очень мал. Ну, например, если этот радиус там равен, допустим, тысяче, или там что-то в этом духе, да, тысяча, корень из тысячи. Ну, пусть тысяча, да, мы сейчас просто поймем, что лучше считать как корни из каких-то чисел. Но вот если этот радиус оказался равным тысяче, то мы берем триллион точек. Тогда у нас триллион – это миллион на миллион, да, миллион на миллион. И этих окружностей радиуса тысячи внутри этой картинки очень-очень много. То есть почти все точки все равно внутри будут такие, что из них будут исходить вот эти все отрезки. То есть если я предъявил окружность, на которой живет очень много точек, то я уже смог сделать конструкцию, которой будет n умножить на это количество точек пополам. Вот если у меня, где k, число точек на окружности. Число целых точек на окружности x квадрат плюс y квадрат равно какой-то r в квадрате. Ну, и вот как бы ясно, что чтобы мы хоть одну целую точку нашли, нужно, чтобы вот r в квадрате было целым числом, да. Ну, если есть целая точка, да, то сумма квадратов координат будет тоже целым числом. Ну, но корень не обязательно будет извлекаться на цело. Ну, например, на окружности радиуса... Так, давайте вот это уберем, наверное, и остальное на это. Значит, да, я поставлю. А остальное вот на этой доске. Значит, на окружности радиуса корень из пяти, например, уже восемь. На самом деле уже восемь точек, да? Какие? 2, 1. 1, 1, 2, ну и все эти, да? То есть радиус у нее корень из пяти. А уже восемь точек, и значит, уже я получил не три, а на четыре, уже больше. Ну, конструкция, которую я сейчас сделал с Пифагором треугольником, 3, 4, 5 египетский, дает уже шесть н. То есть двенадцать точек на окружности шесть н. Теперь я утверждаю, что если r квадрат равно шестьдесят пять, чему-то шестьдесят пять. То у меня будет шестнадцать таких точек. И, соответственно, я еще лучше сделаю. Я результат увеличу до восемь н. Теперь почему на окружности радиуса корень из шестидесяти пяти находится шестнадцать целых точек? Ну-ка, какие? Шестьдесят четыре плюс один, правильно? То есть восемь один. Вот, видите? Семь и пять. Нет, сейчас. Семь и четыре, да? Семь и четыре, конечно, да. Сорок девять плюс шестнадцать равно шестьдесят четыре. Шестьдесят пять, да. Шестьдесят пять. То есть вот оно. У меня каждая такая даст восемь точек. Это понятно, да? Если есть некоторые пары, в которых разные координаты, то таких пар сразу восемь вот здесь везде будет. Меняешь местами и плюсы, минусы добавляешь произвольно. Если есть два решения у такого уравнения, у уравнения х квадрат плюс х, когда это равно шестьдесят пять, два совершенно принципиально разных решения в целых числах, а именно восемь и один и семь четыре, то у вас уже шестнадцать точек и восемь, соответственно, коэффициент получается, восемь n. И если вдруг выяснится, что можно неограниченно много точек на тыкать, на окружности какого-то аккуратно выбранного радиуса n, да, если так вдруг выяснится, то, ой, только n у меня уже было, n это количество точек, m, то коэффициент вот этот вот, который у меня здесь равен восьми, был до этого шесть, до этого четыре, три, два, можно направить бесконечность. То есть можно организовать здесь рост вместе с n этого коэффициента. Но там есть некоторый предел. Вот сейчас я говорю для одиннадцатиклассников. Предел в том, что если m для этого должно быть очень большим, то уже как бы n тогда должно быть еще сильно-сильно больше. То есть m по сравнению с n, оно должно быть маленьким. И вот это ограничивает рост этого коэффициента. На самом деле его можно сделать растущей функцией, но эта функция будет расти очень медленно, но все-таки в бесконечность она будет. Она будет... То есть здесь можно добиться, например, если вам хочется добиться, чтобы было 100 умножить на n, можно это сделать. Хотите добиться 200 умножить на n, можно это сделать. Но точно сказать, с какой именно скоростью вот это все растет, это надо проводить более аккуратное исследование. Но, в общем, коэффициент здесь можно запустить бесконечно. Теперь начинается, собственно... Ну, геометрия на этом улетучилась. Правда? Геометрия улетучилась. Осталась алгебра. Оказывается, что все, что мы можем сделать с этой задачей, связано с решением уравнения х квадрат плюс у квадрат равно м при различных числах м. И поиском таких чисел м, чтобы у этого уравнения было как можно больше разных решений. Сейчас будут некие фокусы. Сейчас будут некие фокусы. Значит, что такое 65, если раскладывать его на множители? 5 умножить на 13. Здесь, смотрите, сейчас я напишу странные формулы. 5 равно 2 в квадрате плюс 1 в квадрате. С этим не поспоришь, да? А если я напишу, что это 2 плюс i умножить на 2 минус i, вы меня сильно будете ругать? А что такое i? Да. Это корень из минус единицы. Если он существует... А математика – это простая такая очень наука. Простая с философской точки зрения. Все, что вы вынували, существует. Вот просто все вообще. Все, что вы представили себе в голове, существует уже потому, что вы конкретно представили это в голове. Оно живет в вашей голове как психический образ. А значит, существует. Все. В математике нет дурацких споров, чего существует, а чего не существует. Существует все. И раз можно построить арифметику, связанную с корнем из минус единицы, то корень из минус единицы существует. Арифметика, связанная с корнем из минус единицы, называется арифметика комплексных числ. Комплексные числа – это приводной ремень вообще всей математики. Испарились. Но самое интересное начинается, конечно, ровно в этом месте. Итак, есть такие комплексные числа. С ними можно делать все то же самое, что с вещественными, и всю вашу жизнь вы будете заниматься именно ими, если вообще станете кем-нибудь из технической сферы. Программистами, химиками, физиками, математиками, само собой, ну, вообще, ну, любыми инженерами, кем угодно. Вот. Так вот, я не требую здесь серьезного знакомства с комплексными числами. Так, что там за галдеж? Сейчас корень из минус единицы напущу на вас. Ну, хорошо. Тогда по аналогии, что такое 13? 3 квадрате плюс 2 в квадрате. Или 3 плюс 2 и умножить на 3 минус 2 и. Хорошо. А теперь это означает, что 65, которое равно 5 умножить на 13, оно равно 2 плюс и умножить на 3 плюс 2 и умножить на 2 минус и на 3 минус 2 и. Согласны? Но оно же равно и накрест. 2 плюс и умножить на 3 минус 2 и умножить на 2 минус и на 3 плюс 2 и. Два варианта. Теперь нужно раскрыть скобки 2 плюс и умножить на 3 плюс 2 и. Диктуйте мне. Раскрываем скобки. Плюс 4 и плюс 3 и плюс 2 и квадрат. Что такое 2 и квадрат? Минус 2. 6 минус 2. 4 плюс 7 и. Отлично. Ну, если вы умножите теперь 2 минус и на 3 минус 2 и, то вы очевидным образом получите 4 минус 7 и. Ну, там все, что как бы поменял знак, там как раз, где и, а тот же самый знак, где нет и. Поэтому здесь получится, если вот эти два дают вот это, то эти два дают вот это. Поэтому мы вверху вот здесь на самом деле получили, что это 4 плюс 7 и умножить на 4 минус 7 и. Или 4 квадрата плюс 7 квадрата. Вот мы получили первый из этих вариантов. А теперь давайте умножим вот так. 2 плюс и. Умножаем на 3 минус 2 и. 6 минус 4 и плюс 3. Минус 2 и квадрат. Так. 6 минус 2 и квадрат это что? Нет. 8, потому что минус 2 на и квадрат. А это что? Это минус и. Поэтому вот здесь написано 8 минус и умножить на 8 плюс и. То есть 8 квадрат плюс 1 в квадрате. Все. Ларчик просто открывался. Но мы уже можем продолжить, да? Мы уже можем продолжить. Давайте продолжим. Итак, 5 равно 2 плюс и на 2 минус и, потому что равно 2 квадрат плюс 1 квадрат. 13 равно 3 плюс 2 и на 3 минус 2 и, потому что это 3 квадрат плюс 2 квадрат. Какое следующее простое число для непростых там, по причинам, которые я позже сообщу, непродуктивно брать будут совпадения. А вот какое следующее простое число представляется в виде суммы двух квадратов? 17. Ну, это вообще следующее простое, так что тут несложно было. А как представляется? Значит, это 4 плюс и? Да. А вот теперь уже еще интереснее. Что быстро в уме умножить эти три числа? 65 на 17, короче. Ну, давайте, смотрите, как умножать. Хотите? Курс ментальной арифметики за одну минуту. Да, 3105. Значит, как это делается? 5 и 7, 35. 5, 3 в уме, да? А спички, смотрите, как многочлены, перекрестное. 6, 7, 42 плюс 3, 45 плюс 5. 5, 50, 0, 5 в уме, 6 плюс 5, 11. Все. Все. Умножение. А что? Я всегда так умножаю. Без всякой ментальной арифметики. Так, значит, 1105. 1105 равно. А дальше у меня уже много вариантов. А именно, вот каждое произведение, оно будет, как бы, его первое, у него будет, вот каждый раз будет получаться а плюс б и умножить на а минус б и. Ну, то есть, иными словами, будет а квадрат плюс б квадрат. Так? Но при этом а плюс б и будет получаться, когда я стартую с этого и иду куда-то. А соответственно, еще будет, когда я пошел просто по остальному пути. Ну, давайте я, чтобы объясню. Значит, 2 плюс и можно умножить либо на 3 плюс 2 и, да? Либо на, вот из этой скобки, либо на 3 минус 2. Правильно? Но после того, как я решил, пошел я сюда или сюда, я дальше тоже могу пойти сюда или сюда. У меня получается 4 варианта, 4 змейки. Раз, два, три и четыре. Четыре разных варианта домножения числа 2 плюс и. То есть, я могу 2 плюс и на 3 плюс 2 и на 4 плюс и. Могу 2 плюс и на 3 минус 2 и на 4 плюс и. 2 плюс и на 3 плюс 2 и на 4 минус и. И 2 плюс и на 3 минус 2 и на 4 минус и. И каждой такой змейке соответствует оставшаяся змейка для зеленого цвета. То есть, как я взял, например, вот эти, то зеленый возьмет эти две. Если я вот так прошел, зеленый пройдет так. Ну, то есть, по остальным скобкам. Мне нужно взять произведение с шести скобок. И в каждой паре мне нужно одну тыркнуть для два плюсы, а одну тыркнуть для два минусы. Но при этом, вот сколько вариантов здесь? Здесь четыре, для каждого из них уже оставшаяся часть, она будет очевидно восстановлена по этой части. Как если там будет, если вот здесь будет какой-то А плюс БИ, то оставшийся будет А минус БИ просто. Поэтому нужно перемножить только вот эти четыре варианта. Ну что, слабо? На самом деле не очень слабо. Дело в том, что мы уже знаем, чему вот это равно, мы помним, да? Это было четыре плюс семь И, правильно? То есть, на самом деле, четыре плюс семь И умножается на четыре плюс И здесь. Нет, тут восемь минус И. Восемь минус И умножается на четыре плюс И здесь. Тут опять четыре плюс семь И умножается на четыре минус И, да? То есть мы уже часть работы сделали на предыдущем шагу. И здесь опять 8 минус i умножается на 4 минус i. И вот эти 4 умножения уже давайте честно проведем. Итак, в уме 4х4 плюс 7 и квадрат, то есть минус 7. 9. Тут сколько будет? 28 плюс 4. 32, да? Плюс 32i. Если мы не ошиблись, то должно быть 9 квадрат плюс 32 квадрат равно 1105. 32 квадрат это 1024. Это же 2 в десятой степени. 1024 плюс 81, несомненно, равно 1105. Значит, пока не ошиблись. Идем дальше. Перемножаем здесь. Здесь 8 минус i на 4 плюс i. Тут еще проще. 33. 3 плюс 4. Ага. Значит, якобы 33 в квадрате плюс 4 в квадрате равно 1105. Так ли это? 33 в квадрате это 1089. Прибавляем 16. Так. Здесь 4 плюс 7i умножается на 4 минус i. Что это? 23. У меня тоже так получилось. Значит, якобы 23 квадрат плюс 24 в квадрате это тоже 1105. 23 квадрат плюс 24 в квадрате. Давайте проверять. 576 это что? Это 24 в квадрате. А это 529. 5. Да, все. Это верно. Ну и последнее. 8 минус i на 4 минус i. 31, а не 33. Смотрите, 3 минуса. Минус на минус на минус. Это такая штука, вот когда вы начинаете работать с комплексными числами, там немножко начинает сбивать с толку, что 3 минуса всегда часто происходят. a минус b на c минус d. Последнее будет минус b на минус d. То есть минус b, минус d и минус 1. И все это все равно дает в результате трех перемножений все-таки минус. Поэтому здесь 31, а тут 32. Ой, какие 32? Минус 12, конечно. Минус 12. И это дает еще одну. 31 квадрат плюс 12 квадрат. Который якобы тоже равен 1000. Давайте проверять. 31 квадрат. 961. И 144. Ну, блин, натурально. Дает. Видите, да? 1105. Итак. Итак. Запомнили? 9, 32, 33, 4. Ну, или давайте сейчас. Значит. Рисуем окружность радиуса корень из 1105. На ней находятся точки с координатами. Значит. Так. По очереди. 33, 4. 33, 4. Да? Следующая пошла. 31, 12. А. Ну, 31 минус 12. Не важно. 31, 12. То же самое будет. Из другого будет плюс 12. 20. Нет. Это и. 23, 24. 23, 24. И. А. 9, 32. Нет. Все правильно. Можно было наоборот поставить. 32, 9. Да. 33, 31, 12, 32. 9, 24, 23. Ну, да. Да-да-да-да-да. Можно было. Ну, это вот эти 4. А дальше идут. 23, 24. 12, 31. Да. 32 с чем было? 9. Да. 9, 32. И. 4. 33. И вот в этом секторе у меня 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 точек. Еще 8 тут, еще 8 тут, еще 8 тут. 32 точки. 16N. Асимптотика 16N нами получена. Так. Замахнемся на большее. Ну, на самом деле, идея тоже понятна, да? Да, нужно искать следующее. Значит, рецепт. 5 равно 2 квадрат плюс 1 квадрат. 13 равно 3 квадрат плюс 2 квадрат. Заметьте, что я пропустил число 7 и число 11. А почему я их пропустил? Не дают сумму квадратов. А почему 7 и 11 не дают сумму квадратов, а 5 и 13 дают? Кто сказал? Поднимите руку. Остатки какому? 4. Абсолютно верно. Смотрите. Квадрат любого числа дает либо 0, либо 1 при делении на 4. Ну, это легко проверить, написав 2N, возведет в квадрат. Вот это 4N. То есть четное число в квадрате всегда делится на 4. А нечетное, если вы напишите формулу 2N плюс 1 и возведете в квадрат, у вас там все будет делиться на 4, кроме единички. И вот эта единичка даст всегда остаток 1. Поэтому квадраты, они не могут давать остатков 2 и 3. Они дают только остатки 0 и 1. А значит, если наше простое число имеет остаток 3 и определение на 4, у него нет шанса быть суммой двух квадратов. 2 квадрата – это 0 или 1 плюс 0 или 1. Это варианты 0 плюс 0, 0 плюс 1, 1 плюс 0 и 1 плюс 1. Это всегда 0, 1 или 2 по модулю 4. Пределение на 4 остатки. 3 не получается. А значит, можно пропускать простые числа, которые дают остаток 3 и пределение на 4. И мы это и делали. Мы пропускали здесь до 13. И дальше взяли 17. Оно было равно 4 квадрата плюс 1 квадрат. О, оно было равно 19. Пропускаем. 21 непростое. 23? Пропускаем. 25, 27 непростые. 29? Подходит. Оно имеет вид 4К плюс 1. Но является ли оно суммой двух квадратов? Да, является. Значит, на самом деле число 1105 умножить на 29 даст уже 8. 8 принципиально разных вариантов. 8. То есть, 8 точек. Там как бы как происходит. Вот я их расписываю. 2 плюс i на 2 минус i. Следующая 3 плюс 2i на 3 минус 2i. Каждое новое домножение дает нам удвоение всех предыдущих вариантов. Потому что все, что было до этого, вот любую цепочку, которую мы брали до этого, например, вот такую, да, можно двумя способами продолжить. Поэтому в два раза больше вариантов. Каждый из четырех вариантов, которые уже были, удвоился, стало 8. Поэтому даст 8 вариантов. 8 вариантов будет всего лишь в одной восьмой части окружности. Вот здесь уже будет. Здесь будет еще, да, и всего будет 64 варианта. Или 32 n. Да, совершенно верно. Итак, с каждым разом будет вдвое. Вот в два раза возрастать это. У нас было 16 на предыдущем этапе. Сейчас будет 32 n. Ну хорошо. Но это все зависит от того, вот от двух вещей. Вот это зависит от двух очень важных утверждений. Первое утверждение состоит в том, что и дальше тоже простые числа... Нет, от трех. От трех утверждений. Первое утверждение, что простые числа вида 4К плюс 1 никогда не кончатся. Я могу дать эту задачу на дом. Задача эта трудная. Максим, 10 тысяч баллов отстегнешь тому, кто решит? Он в интернете. Значит, 10 тысяч ваших баллов тому, кто докажет. У нас не очень простое утверждение, что простых вида 4К плюс 1 бесконечно много. До этого за тысячу баллов можете придумать, что вида 4К плюс 3 бесконечно много. Вот то, что 4К плюс 3 бесконечно много, это не очень сильно отличается от обычного рассуждения про то, что всех простых бесконечно много. И, в общем, просто это. Ну вот, кто это решит, можно тысячу. А вот за 4К плюс 1 можно давать 10 тысяч. 4К плюс 3 стоит тысячу, а 4К плюс 1 стоит 10 тысяч. Это более сложное утверждение. Но оба утверждения верны. Простых вида 4К плюс 3 бесконечно много, и простых вида 4К плюс 1 бесконечно много. А простых вида 4К плюс 2? Это так, для понимания. Да, оно одно. Оно равно 2. Это так, что, как это, иногда бывает где-то высоко, гуляем в горах, да, вдруг как-то, извиняюсь, что забыли уже, чего начинали. Но все хорошо, да. 4К плюс 2 ровно одно, это 2. Так вот, это первое, да? Второе. А почему любое из них, ну давайте дальше, какие будут. Так, 31 не годится. 33 непростое. Нет, 37 пропустили. 37 годится, и это очевидно. Да. То есть 6 плюс и на 6 минус и. Дальше 41, действительно. И чему оно равно? 5 плюс 4 в квадрате. Действительно, 5 плюс 4 и на 5 минус 4 и. Так, значит, теперь возникает следующий вопрос. Ну хорошо, пусть их бесконечно много. Но верно ли, что любое очередное простое вида 4К плюс 1 будет равно А квадрат плюс Б квадрат? Этот факт, первое, верен фантастическим достижениям эпохи 17 века. Это называется рождественская теорема Ферма. У Ферма три великих теоремы. Первую знают все. x вене плюс y вене не равно z вене при целых положительных x, y, z. И при n больше двух. Вторую знают многие. Это теорема о том, что для любого простого числа и любого вообще другого числа А. Пусть есть простое число П и любое число А. Да, малая теорема Ферма говорит, что А в степени П дает тот же остаток определений на П, что и А. Вот такое утверждение, которое верно для любого простого числа П. Неважно, 4К плюс 1 или 4К плюс 3. Просто простое какое-нибудь. И А это вообще любое число. И вот это выражение всегда делится на П. Это называется малая теорема Ферма. Это такой главный кирпич современной высшей арифметики. Из него куча всего следует. Есть еще третья. Она называется «Рождественская теорема Ферма». Это письмо 1655 года, я точно не помню. Ферма написал своему другу 25 декабря. Он написал «Дарю тебе на Рождество вот эту загадку, которую, как мне кажется, чрезвычайно трудно установить, но все простые числа, которые я знаю, ей удовлетворяют». Он ее не доказал. Он ее сформулировал только. Ну, видимо, ее доказал Эйлер. Ну, вообще до конца непонятно. Надо смотреть. В Википедии разные источники, разные говорят. В общем, «Рождественская теорема Ферма» заключается в том, что любое число вида 4К плюс 1, простое, является суммой двух квадратов. И это такой как бы суперметод. То есть вы берете табличку квадратов, она такая очень разреженная, суммируете, и довольно часто будут появляться простые. Иногда будут составные числа. Но очень часто в этой таблице будут простые числа. Это очень эффективный способ нахождения простых видов 4К плюс 1. И все они в этой таблице будут. Кроме них будет какая-то примеси, но все будут. И это трудно. Это вообще совсем непростая теорема. И у нее очень много разных доказательств. Главное из них проходит через, собственно, через то, чем мы сейчас занимаемся. Через арифметику кольца. Ну, я прошу прощения, сейчас страшное слово сказал. В общем, арифметику вот таких вот чисел. Вот таких чисел. Когда к какому-то целому прибавляется еще одно целое, умноженное на их. То есть вот у таких чисел есть своя арифметика. Ее разработал Карл Фреггер Гаусс. Он показал, что там тоже можно определить понятие обратимого числа, понятие простого числа, понятие делимости, понятие наибольшего общего делителя. В общем, развить арифметику таких вот целых чисел. Целых гауссовых чисел. И на основании этой арифметики они установили, что действительно любое простое виды 4К присоединяется с суммой двух квадратов. Поэтому этот процесс можно продолжать до бесконечности. Но есть еще один вопрос, который мы должны до этого прояснить. Почему все варианты выбора дают разные разложения? Так просто не отделайтесь. Они, конечно, вначале разные, но что называется, 6 и 6 тоже ведь равно 4х9. Почему здесь такого не возникнет? Почему здесь такого не возникнет? Да, ответ такой. Среди гауссовых чисел все эти числа простые. Все. В том гауссовом смысле слова, которое вы в будущем изучите. И гауссовые числа обладают тем же свойством, как и обычные целые, что разложение на множители единственное. А поэтому, как только вы взяли разные дороги, они привели к разным гауссовым числам. Разные гауссовые числа дают разную сумму квадратов. Но последние три утверждения, каждый из них достаточно сложный. То есть, это для того, чтобы вы были глубоко замотивированы изучением вот этого объекта. Кольцо гауссовых чисел называется. И после этого действительно можно сказать, что эта оценка, мы можем отправить коэффициент при n, отправить бесконечность. Последнее, что я скажу, это вот что. Сколько сейчас времени вообще? Да, значит, смотрите. Итак, мы научились делать некоторую растущую функцию, но она очень медленно растет, умноженную на n. Вот что означает, сейчас я в основном к старшим классам, но младшие могут попробовать что-то понять. Что означает, что функция растет медленность? Чем я ее могу сравнить? Что значит растет медленно? Вот я беру ее график, вот у меня n, а вот функция. Да, вот, например, логарифм, он очень медленно растет, жутко медленно. Да, он так, как бы, ну, едва-едва там n достигла уже значения типа миллиардов, логарифм только 20, да? n достигла миллиардов-миллиардов, логарифм только 40. Медленно-медленно. Но есть и разные более быстрые функции, которые растут быстрее. Логарифм, но тоже еще очень медленно. Как вообще сравнить две функции, вот как они растут? Надо их поделить и посмотреть, куда стремиться. Если к бесконечности, значит, эта функция медленнее этой. А если к нулю, то быстрее. И в некоторых случаях сразу это так быстро не поймешь. Но вот есть такое утверждение, что логарифм n, он медленнее, чем n в любой степени. Чем n в любой положительной степени. Например, вот в такой. Ну, то есть, что я здесь написал? Корень в степени тысяча из n. Корень в степени тысячи из n. Ну, я вот смотрю, как n меняется. Для миллиарда корень в степени тысячи из миллиарда, но это очень мало. Это очень-очень мало. Но корень в степени тысячи из многих триллионов, это уже чуть больше. Ну, и вот выясняется, что логарифм в конце концов отстанет. Не сразу, но в конце концов. То есть, поначалу он может расти быстрее. Но потом, когда вы смотрите, как они друг с другом, на бесконечности он все равно будет ниже. То есть, если долго-долго подождать, подставить здесь любое число, любое положительное число. То есть, здесь любое, сколь угодно большое число, извлечь корень любой степени из n, все равно логарифм будет в конце концов отставать. Так вот, вот эта функция f, она обладает тем свойством, которое мы построили. Она, на самом деле, между вот этим логарифмом, она гораздо быстрее логарифм оказывается. То есть, их отношение, вот это f от n на логарифм n, оно идет в бесконечности, если n убегает в бесконечности. Но, все-таки это f от n тоже меньше, чем n в любой степени. Меньше, чем n в степени ε при любом ε. То есть, не получается написать, что количество равных отрезков равно n в степени 1 плюс ε, не получается ни при каком, даже самом-самом маленьком ε. Вот эта конструкция это не дает. А может быть, есть какая-то другая конструкция, которая это даст. О, это был последний лист. Это был последний лист. Так вот, гипотеза. Раз я говорю гипотеза, это означает, то мы никто ничего об этом не знаем. Итак, гипотеза Эрдоша. Для любого c больше нуля и любого ε больше нуля, c здесь как бы большое, сколько угодно большое берется. То есть, чем больше, тем нам хуже. А ε как бы маленькое. То есть, чем меньше, тем нам сложнее. Так вот, тем не менее, для любого c больше нуля и для любого ε больше нуля, существует лишь конечное число таких n, что вот это, что, значит, что в оптимальной конструкции, что в оптимальной конструкции, давайте я прям текстом напишу, n точек, в самой лучшей конструкции, которую мы просто не знаем пока. Не знаем, но она же есть. Самая лучшая конструкция, n точек на плотности. Так вот, оказывается, что лишь для конечного количества вот этих n в оптимальной конструкции равных отрезков будет больше, чем cn в степени 1 плюс ε. То есть, иными словами, если вы задались вот числом c, допустим, оно равно вас миллиону, огромное число, да? Огромное число. И Нет, я не прав. Я прошу прощения. Ой, они оба маленькие. Чем меньше, тем лучше для обоих. Наоборот, смотрите, я взял очень-очень маленькое число, одну миллионную, вот, одну миллионную, да? И умножил на n в степени 1 плюс ε. Ну, казалось бы, а ε это тоже одна миллионная. Вот. Вот смотрите, вот так я взял. n в степени 1 миллиона. Корень миллиона степени из n. И поделил еще на миллион до кучи, да? Поделил на миллион. И все равно оказывается, что я не могу добиться, что при очень больших n будет такое количество равных отрезков. То есть, на каждую точку придется равных одинаковых отрезков. На каждую точку, значит, поделить на n еще. То есть, останется корень миллионной степени, да? Из n делить на миллион на каждую точку таких равных отрезков. Так вот, этого удастся добиться лишь при конечном количестве n. То есть, где-то там при n равно триллиону или, может быть, триллион триллионов. Такие конфигурации уже существовать не будут. Эта гипотеза Ярдыша является недоказанной и не опровергнутой. Это вопрос, который предстоит решать вам, дорогие друзья, когда вы подрастете. Наши мозги уже ее не решат. Мои, по крайней мере. Вот так. А на сегодня известно лишь, что n степени 4 треть нельзя добиться. То есть, вот что нельзя, чего нельзя, что доказано. Доказано, что нельзя добиться более, чем корень кубический из n на одну точку. Вот это доказано. Но это же гораздо более слабо, чем здесь. То есть, вот этот разрыв весь, он весь не доказан. Эта гипотеза является открытой математической проблемой, чрезвычайной красоты, на мой взгляд. И очень такая она притязательная. То есть, она кажется, что взялся там, пообщался с этими точками как-то. Но вот замечательный, совершенно гениальный молодой математик Дима Захаров говорит, что он с ней пообщался, что она очень сложная на самом деле. А он там, он парень, крутейший парень, он одну из гипотез Эрдыша решил спустя 50 лет, будучи в девятом классе школы номер 179. То есть, если он подумал долго, то это уже значит, что это очень сложно. Но, тем не менее, выглядит просто. Вот так. Пожалуй, на этом я завершаю. Я только, да, вот это мне пригодится, чтобы разрекламировать свой канал в интернете, да? Вот. Это, 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 это вот можете поизучать, а вот сейчас я напишу, куда можно заходить за разной математикой и не только математикой. И бежим, да? Ага. Значит, youtube.com слэш маткульт привет. Маткульт привет. То есть, как бы физкульт привет бывает, да? А бывает маткульт привет. Вот это будет маткульт привет. Вот. Сайт есть саватеев.xyz. У меня целая команда ребят, которые помогают на сайте. Есть 100 уроков математики, которые я всем вам рекомендую. Но там еще много чего. Книга математики для гуманитариев. Можете бесплатно скачать, читать. Если вдруг чего-то сегодня не поняли, то читайте эту книгу. А потом возвращайтесь к 100 уроков. Ну, всерьез, конечно, вам 100 уроков математики. Вам нужно 100 уроков математики. Вот. Еще есть инстаграм найдете. Ну, в общем, все всякие ВК, ЖЖ, ФБ. Это все тоже есть. В основном ведут волонтеры. Я сам иногда залезаю сюда. Вот сюда лезу только я. В остальные в основном волонтеры лезут. Иногда я сюда залезаю. Вот. И здесь это все указано. Так. Ничего я не забыл. Я все время что-то забываю. Да, ну и, конечно, есть огромное количество в интернете ресурсов уже просто не моих, где, тем не менее, очень много моих лекций, поэтому по фамилии Савватеев можете искать. Вот. Легкой вам математики. И тяжелой тоже заодно. Удачи. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ